Михаил Саакашвили выступил за упразднение Конституционного суда и предложил поставить на референдум вопрос о его отмене и создании Конституционной палаты Верховного суда. «Конституционный суд в теперешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном суде», — сказал он в видеопрезентации предлагаемых изменений в судебной системе, размещенной на его странице в Facebook. Также политик предложил упразднить контролирующие судебные органы, высший совет правосудия, высшую квалификационную комиссию судей, государственную судебную администрацию. Вместо них Саакашвили считает необходимым учредить единый орган судебного контроля. Как будет называться Саакашвили не сказал, но функции этого органа заключаются в следующем. Отбор и повторное заверение судей, обзор дисциплинарных жалоб против судей, мониторинг судебной целостности и логистика для судебной системы. В то же время концепция предусматривает выезд высшего административного суда, где граждане будут обращаться по поводу государственных органов, а также высший антикоррупционный суд, верховный суд по интеллектуальной собственности. Вместо сегодняшнего количества судов, которых 764, хотят оставить 200 с упрощенным доступом и прозрачными процедурами, а также провести прозрачные и честные конкурсы, чтобы полностью обеспечить кадрами все суды. Сейчас, по словам Саакашвили, вакантны около 2000 должностей. «Мы предлагаем создать совершенно другую систему судов, убрать административные суды, систему хозяйственных судов, сделать окружные суды. Кроме этого, иметь высший административный суд, куда граждане будут обращаться по поводу решений государственных органов, высший антикоррупционный суд, высший суд по вопросам интеллектуальной собственности», добавил Саакашвили. «Очень важная инициатива государства в смартфоне, а мы еще предлагаем суды в смартфоне. Мы сможем решать онлайн важные судебные дела. Мы должны резко расширить систему арбитража, практически создать альтернативную систему правосудия в полном объеме и решать через медиацию, через арбитраж важные дела. Проект в Сити – это пилотный проект, который позволит использовать английское право, и дальше мы сможем распространить его на всю страну. Нам нужен маленький суперсуд, фамилии судей которого знает вся страна, которых будут тщательно отбирать и контролировать, который будет формировать судебную практику. Верховный суд. Жаждет судебной реформы, закончился Саакашвили свой доклад. Стоит отметить, что некоторые из высказанных предложений уже звучали из уст представителей новой власти. Федор Венеславский ранее публично высказывал мнение, что для ликвидации Конституционного суда нужно провести всеукраинский референдум. О том, что некоторые споры можно решать онлайн и создать онлайн-суды, ранее говорила на тот момент глава Комитета ВР по вопросам правовой политики, а ныне генпрокурор Ирина Венедиктова. А министр юстиции Денис Малюсько постоянно повторяет, что нужно работать над альтернативой государственной системе судов. Соответствующие законопроекты, к примеру, об административной процедуре, уже зарегистрированы. Таким образом, пока не ясно, что из концепции Саакашвили может стать реальностью в виде конкретного законопроекта. Напомним ранее, в интервью журналиста Михаил Саакашвили жестко раскритиковал представителей судебной власти, сказав, что они с жиру бесятся. «Я еще не встречал людей, которые были бы довольны судебной системой», отметил Саакашвили, назвав саму систему недореформированной и парализованной, которая не дает людям справедливости. Он также добавил, что сама себя система не поменяет, поэтому сейчас нужно создать общественную коалицию вокруг президента и парламента с конкретной целью – полностью поменять судебную систему и дать справедливость народу. Глава Верховного суда Валентина Данишевская в ответ на заявление Саакашвили сказала, что кроме лозунгов о революционных изменениях ничего конкретного не слышит.